Ты вошла И змея сомкнула челюсти дверей И унесла нас в темноту бесконечных нор Полуночного метро Я не видел тебя никогда Но я сразу узнал тебя Сколько о тебе я мечтал В тишине бессонных ночей Ария-гна В черном лабиринте там, алия Потерял тебя Дай мне нить, чтоб вернуться к свету А иначе нас погубит с тобой Беспощадное чудовище Одиночество Мы смотрели друг другу в глаза И читали знакомую повесть Бессмысленно потраченных лет Мы прожили вдвоем счастливую вечность Между двух остановок Но ты встала, печально улыбнувшись И челюсти вновь сомкнулись И поглотила тебя Тысячеспинная толпа Полуночного метро Ария-гна В черном лабиринте там, алия Потерял тебя Дай мне нить, чтоб вернуться к свету А иначе нас погубит с тобой Беспощадное чудовище Одиночество Ария-гна В черном лабиринте там, алия Потерял тебя Дай мне нить, чтоб вернуться к свету А иначе нас погубит с тобой Беспощадное чудовище Одиночество Ария-гна Всем привет, я Алексей Кафанов Сегодня 16 февраля 2021 года Это была одна из моих самых первых песен В 23 года я вдруг решил попробовать всерьез петь И стал сочинять песни Вот это вот одна из самых моих первых песен Ну, как вы, наверное, услышали Здесь нестандартная гармонизация Например, сразу же сочетаются аккорды ми минор и до ми минор В традиционной гармонической схеме Они не должны сочетаться Это тональности, по-моему, вообще третьей степени родства А у меня они внутри одной тональности Эти два аккорда вполне соседствуют Это то, что я в своем композиторском самоучителе Назвал расширенная тональность То есть использование самых разных аккордов В одной гармонической связи В припеве вообще любопытно Вот такая вот гармонизация Даже я не берусь ее как-то теоретизировать Как-то обосновать Ну, вот так вот получилось У меня, на мой взгляд, достаточно органично Итак, я только начал петь Несколько песен сочинил И решил спросить у профессионалов Стоит ли мне вообще этим заниматься Я тогда учился в музучилище Мусорского на гитаре И там есть отдел эстрадного вокала Я туда пришел, постучался Какая-то женщина была одна, преподавательница в классе Я говорю, вот здравствуйте Не могли бы вы меня послушать Я просто хочу узнать Вот надо ли мне вообще этим заниматься Есть ли у меня данные Вот как Заходи, хорошо, давай пой Тут зашла еще одна преподша Они вдвоем меня слушали Я там одну песню спел, другую Они что-то переглядываются Такие говорят Ой, какие у него глаза красивые Я думаю, что это такое О чем речь-то тут Вот И запел я эту самую Ариадну Тут они вообще стали хихикать Вообще переглядываться, хихикать И потом, значит, та первая, которая меня встретила Говорит, ну, данные у тебя очень хорошие Заниматься тебе надо Ну, вот у меня времени нет Я тебя отведу В преподавателю Отвела меня в соседнее здание В театральную академию И там меня познакомила С, значит, вокальным педагогом Этой самой театральной академии И я у него взял ряд уроков Пока у меня бабло не кончилось совсем Ну, думаю, что же они так хихикали-то вообще Что-то так странно Я думал, что все, значит, сейчас скажут Все совсем плохо, иди отсюда Нафиг тебе, не надо этим заниматься Что-то хихикали-то И только вскоре я узнал Что, оказывается, эту самую преподавательницу Первую, которая мне помогла и отвела Звали Ариадна Корягина Сейчас она зав. отделом этого самого эстрадного вокала Музучилища Ну и песня Ариадна Я понятия не имел, как ее зовут Вот так вот случайно тоже совпало Любопытно, да? И потом я с ней тоже общался Что-то ей показывал Она мне совершенно бескорыстно давала советы По вокалу Много ценного мне дала И даже предложила мне петь с ней дуэтом Романцевую программу Чтоб я играл на гитаре И мы с ней на два голоса делали романсы То есть это уже явно не... Не знаю там... Как это назвать? Ну, короче, это уже профессиональный подход Она решила, что со мной имеет смысл дело Иметь как с вокалистом Хотя... Сейчас вот я вам включу Как я тогда пел Вот запись этой же песни Так было слышно Ты вошла, я увидел твое отражение в стекле Гигантская змея сомкнула челюсти дверей И унесла нас в темноту бесконечных нор Полуночного метра В общем, вот так вот я пел от природы изначально Ужасно пел Какие-то какие-то голоса заглубленные Какие-то непонятные И тем не менее она предложила мне сотрудничество Мы даже записывали альбом совместных этих романцев Ну что с ним дальше стало, я не знаю, не могу сказать То есть вот с тех пор у меня, конечно, прогресс вокаля был чрезвычайный Очень многому научился При том, что профессиональный педагог с самого начала мне Сказал, что у меня очень хорошие данные И мало того, стал со мной сотрудничать как с вокалистом Любопытно И вот Ориадне Владимировне Корягиной Я благодарен за бескорыстную помощь На взлете моего вокального обучения Все, пока